МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Курзомское телевидение, а значит, в эфире программа «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения» в студии Татьяна Соксаганская. Венсполчанка Элина Эрмана организовала в городе сообщество мам, воспитывающих малышей до двух лет, с целью помочь им и себе вырваться из ежедневной рутины, связанной с воспитанием младенцев. Четыре раза в месяц мамы из «Маму ЦЕМС» встречаются, обсуждают актуальные темы, заряжаются позитивной энергией и опытом. И каждый раз с нетерпением ждут следующей встречи. Когда маленькому Густаву было пять месяцев, Элина Эрмана поняла, что ей очень не хватает общения, особенно общения с другими мамами. Элина не стала долго переживать и решила действовать. Я поняла, что мне нужны другие мамы и что их не так-то просто найти, чтобы кого-то встретить, но можно либо идти по улице и набраться смелости к кому-то обратиться, либо создать концепцию, в рамках которой мы могли бы собираться. И я подумала, раз у меня есть свободное время, почему бы это не сделать? Для меня было важным, чтобы в Венсполсе было такое место, куда мамы могли бы приходить бесплатно. Все вокруг платно, а обстоятельства могут быть разные. Поэтому важно, чтобы было место, куда мамы могут прийти без оплаты за участие. Мы в Латвии довольно стеснительные люди. И когда кто-то появляется с такой хорошей идеей, сразу хочется присоединиться. Я в третий раз прихожу. Знала об этом с самого начала, но из-за лени не была на всех встречах. Но это очень-очень классно. Я определенно буду приходить зимой. Все проходит в помещениях, и это супер. Если мы, мамы, сидим все время с детьми дома, то немного сходим с ума. Нам необходимо хотя бы раз в день куда-нибудь выйти. Это как раз та возможность выйти мамам. Они могут приходить вместе с детьми и делать еще один шаг в сторону от послеродовой депрессии. Мамы просто моментально отозвались до предложения. Мы гостили этим летом в Лепой, в Риге. Там тоже организовали пикники. Насколько большой отклик был оттуда, просто удивило. В Риге на пикнике собралось 140 мам, а в Лепой около 40, как и в Венсполсе. Летом встречи проходили на свежем воздухе, а с наступлением осени встал вопрос, где встречаться в осенне-зимний период. На встречу молодым мамам пошел научный центр «Визиум», предложив свои помещения и конкретно галерею маленьких исследователей, где мамы вместе со своими малышами проводят каждый вторник два часа. Будни проходят вдвоем с ребенком дома, а это – прекрасные изменения. Каждая встреча заряжает. После нее столько энергии и настроения радостное. У нас незакрытая группа. Это значит, что каждый раз не приходят одни и те же мамы. В нашем сообществе в Венсполсе уже 54 мамы, которые регулярно приходят или не приходят. В «Визиуме» могут собираться только 10 мам. А когда летом собирались на пикниках, ограничений не было. Могли приходить все, кто хочет. По профессии Элина Акушерка. Поэтому встречи носят не только развлекательный характер, но и познавательный. У каждой встречи есть свой распорядок. Каждый раз выбирается конкретная тема, актуальная для мам. У нас каждый раз тематические вопросы. Мы все их рассматриваем, обговариваем. Все вопросы актуальны. Иногда даже бывает слишком заговариваемся. Нас волнуют насущные темы. Как, например, сегодня будет тема о беременности. Да, это уже осталось позади, но все еще свежо в памяти. Каждый находит важное для себя. Обсуждаем прикорм ребенка. И другие актуальные темы тоже были. Я решила, что не хочу работать в больнице по классическому сценарию. В больнице с утками или амбулаторно. Мне этого не хотелось. Поэтому я выбрала это направление – послеродовая поддержка. В Латвии это направление только сейчас набирает популярность. Но пока внимания к этому послеродовому периоду недостаточно. Это и стало моим выбором. Это очень важно – встречаться с другими мамами, делиться опытом. Особенно важно это для тех, у кого первый ребенок, как в моем случае. На таких встречах можно что-то узнать полезное для себя, понять, что ты делаешь правильно или неправильно, поделиться опытом. Мне как профессионалу очень важно проводить эти пикники не как обучение, а как поддержку. Когда мы обсуждаем какую-то тему, и мама мне не задает конкретный вопрос, то и я непрошенный совет не даю. Нам важно быть вместе, а не то, чтобы нас учили. Каждый день вокруг много людей, желающих нас поучить. И тетеньки на улицах, и бабушки, дедушки, все остальные. А для меня важна концепция – просто быть вместе. Так как количество мест ограничено, на каждую встречу необходимо записаться предварительно. В первый и третий вторник месяца встречи проходят с 11 утра до часу дня. Второй и четвертый – с двух до четырех. Венсполский комбинат благоустройства организует акцию по сбору отходов электронного и электрического мусора для жителей Венсполского края. Акция бесплатная. Для участия в ней можно подать заявку на вывоз крупной бытовой техники. Например, холодильников, стиральных машин, плит, посудомоечных машин, а также мелкой – фенов, блендеров, кухонных комбайнов – всего, что отслужило свой срок. Для вывоза с одного адреса минимальный общий вес сдаваемого оборудования должен составлять не менее 30 килограммов. Заявку на вывоз электрооборудования необходимо подать до 30 сентября, написав сообщение на адрес электронной почты vlk.venspols.lv или позвонив по телефону 636 26 920. Необходимо указать точный адрес, контактную информацию и какое электрооборудование планируется сдать, каков его вес. Участников акции проинформируют о дне сбора отходов. В указанный день сдаваемые отходы должны быть размещены в свободно доступном для сотрудников предприятия месте. Впервые подобная акция в крае прошла в 2023 году и всего было сдано более 8 тонн использованного электрооборудования, которое затем передали на переработку. В начале октября в Латвийской национальной библиотеке пройдет финал республиканского конкурса чтецов. Сейчас идут региональные отборы. Курзамский финал прошел в Венсполсе, где встретились лучшие чтецы из шести курзамских городов. Кто поедет на финал в Ригу, вы узнаете из сюжета. Национальный конкурс по чтению вслух проводится ежегодно с целью мотивировать интерес к чтению книг и получению от этого удовольствия. В конкурсе участвуют учащиеся 5-6 классов. Согласно правилам конкурса, школьник должен найти интересную книгу, выбрать фрагмент и прочитать его вслух так, чтобы увлечь слушателей. Впервые в истории конкурса Курзамский финал прошел в Венсполсе. В нем участвовали представители шести городов. Конкурс начался весной, когда они были еще в пятом классе. Каждый город определил своего финалиста. А сегодня они уже шестиклассники и участвуют в Курзамском финале. Трудно расставаться, но приходится быть беспощадным, обращать внимание на каждую мелочь. Все согласно критериям. Победители определить труд. Организует конкурс Латвийская национальная библиотека вместе с 30 региональными координаторами. В каждом крае сначала проходят предварительные состязания в школах, а затем уже лучшие из лучших встречаются в краевом финале. В Венсполсе конкурсанты из Кулды, Гиталсы, Салду, Сэле, Паэту, Кумса и Венсполса демонстрировали свое мастерство выразительного чтения вслух. Это тот возрастной этап, когда дети забрасывают чтение. Если этот конкурс работает на то, что дети обсуждают в классах книги, они тренируются красиво читать, дополняют друг друга, оценивают, то чтению книг удается придать особую ценность и интерес. Абсолютно все шесть участников – великолепные чтецы. Я бы все шесть книг охотно прослушала бы до конца. А это один из главных критериев – интересно ли нам слушать, увлекает ли нас книга. Есть система пунктов и другие правила, которые помогают нам в спорных случаях. Согласно правилам, читать надо три минуты. И если кто-то читает очень хорошо, но делает это уже четыре минуты, то нам проще сделать выбор. В этот раз победителя мы определили почти единогласно. Сегодня у нас были три девочки и три мальчика. Почему мальчики участвуют? Потому что им нравится соревноваться. Именно соревновательный дух помогает нам привлечь мальчиков к чтению. Нам очень понравилось, как мальчики сегодня читали. Три самых лучших чтеца, по мнению жюри, поедут на национальный финал, который пройдет в Риге в Замке Света. В этот раз жюри было сложно принять окончательное решение. Все шесть участников были сильные. Но конкурс есть конкурс. Жюри пришлось выбрать тройку лучших. Тебе нравится читать? Нет. А нравится выступать на сцене? Нет. Просто учительница сказала, что надо будет участвовать в конкурсе, и я согласился. Для меня стала сюрпризом моя победа. Я не знал, что придется еще и дальше ехать. Естественность, увлеченность, умение увлечь публику. Интересно было наблюдать за лицами слушателей и лицами членов жюри. С большим интересом мы слушали именно победителя. Я выбрала книгу из детского жюри. Прочитала, и она оказалась очень интересная. А ты знала, что войдешь в тройку лучших? Да, я предполагала. Ты много читаешь? В последнее время не особо. Когда-то читал больше. Чемпион конкурса чтецов определится 5 октября в Риге. Победитель получает переходящий кубок, который хранится в школе. В прошлом году кубок вручили учащемуся с Милтонской средней школы Хулга Пакалнсу. Винсполщане наверняка заметили, что на этой неделе в разных местах города разместили цветочные пирамиды с различными видами хризантем, цветочной капустой и вереском. Осенние цветочные пирамиды устанавливают в обеих частях города. Осеннее многоцветие есть возле Парвинской библиотеки, на перекрестке улицы Бривибас и проспекта Лейлайс, на Ратушной площади, возле детского городка, на перекрестке улиц Пилс и Яня и, конечно, в самом центре города, возле аллеи Лайк Ракста. Благоприятные погодные условия и заботливый уход коммунальных служб продлевают срок цветения и сейчас еще можно наслаждаться как летними, так и осенними цветами. Наряду с осенними цветочными пирамидами в городе стоят пирамиды с летними цветами – пеларгонией, бегониями, пархатцами, петуниями и другими однолетними растениями. Установку и содержание цветочных пирамид обеспечивает Венсполский комбинат благоустройства по заказу коммунального управления. Поставку осенних цветов обеспечило садоводство Дурбес. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова